Может показаться, что с «Орлом» выставка не связана никак. Знакомые черты едва проступают лишь на нескольких картинах. И все же эти 84 полотна про «Орел», утверждает художник. Точнее сказать, про связующие нити Игоря Курнакова с родным городом. Здесь и городские наброски, и портрет лучшего друга, и воспоминания о первом творческом подвиге. Это был у нас лаборант, который работал на кафедре изобразительного искусства. Одел мне гусульский жилет, сделал эту косынку, поставил и начал делать эту роспись. И через 4 часа закончил полностью. А Андрей Ильич, мой отец, говорит, как-то успел сделать 4 пары. Я говорю, вот так, с утра до вечера надо делать. Ну, мое повторение. Как он мне и сказал. А дома у Игоря Андреевича своя галерея. Сюда он вывешивает работы с 60-х годов. Например, картина «Бежен лук» 1974-го висит рядом с «Дорогой на оптуху» 2009-го. Тут же у художника и мастерская. Жить среди картины красок Игорь Курнаков привык с детства. Сын великого художника, автора «Орловской диорамы», он уже в 3,5 года не выходил из отцовской мастерской. Первую работу создал в 4. Смотрел мультик «Как горит птицефабрика». Эту птицефабрику я полностью нарисовал. Как идет небо, как оттуда прыгают. Работу маленького Игоря отправили на конкурс в Москву. Оттуда и пришла его первая награда. С тех пор с карандашом и кистью художник не расставался. В 5 лет на отдыхе с родителями сам устроил себе пленэр. Завел блокноты и проводил время, рисуя Черное море. Приехал так, отцу показал, говорит, так, вот это паспорту, это паспорту, это паспорту, все, готовая работа, больше ничего не трогай. Говорит, вот талантище. Я говорю, ну почему талантище? Потому что если посмотреть, у тебя такое впечатление, что ты родился художником. Рожденный художником, уже будучи в ИЗО-студии, придумал свою технику. Кстати говоря, на той выставке, которую вы видели, которую моя работа, только я могу это делать. Эти миниатюры только я могу делать. Никто это делать не умеет. Все посмотрели, говорят, Андреич, мы не можем такое сделать. Как ты можешь такую фигуру сделать на листе? Эти миниатюры знамениты не только точностью мельчайших фигур. Работая в цвете, художник использует и акварель, и цветные карандаши, и даже фломастеры. Оценить работы в Зале Союза художников можно до конца апреля. Спасибо.